Чтобы участники рекламной цепочки лучше разобрались в нюансах маркировки, Роскомнадзор и крупные игроки рынка рекламы дают пояснение. А чтобы маркировать рекламу было удобнее, ОРД и ЕРИР улучшают функционал. Смотрите в видео «Основные новости января», чтобы держать руку на пульсе. Всем привет, меня зовут Сергей Карпутин. С сентября прошло много времени, но вопрос у меня остался прежним. Все-таки маркируете рекламу? Пишите в комментариях, а я начну обзор. В январе РКН обновил рекомендации по размещению токена. 1. В обновленной рекомендации появилась звездочка в блоке с информацией о добавлении токена в конце текстового блока. В сноске указано, что нормативные документы примут в 2024 году. Сейчас, согласно пункту 12 приказа Роскомнадзора номер 191 от 30 ноября 2022 года, токен надо добавлять в начало текстового блока, если разместить его в ссылке невозможно. 2. Появилась инструкция по добавлению e-read в ссылки. Размещение e-read в кликовой ссылке – это приоритетный способ добавления токена. Основной универсальный вариант – добавлять get-параметр кликовой ссылки до редиректа в виде ссылка на сайт плюс знак вопроса плюс e-read. Если в ссылке уже есть какой-либо другой get-параметр, например, utm-метка, то e-read нужно добавлять либо сразу после знака вопроса, либо через амперсант в списке get-параметров. Корректные способы добавления e-read в ссылки. Между другими get-параметрами – через амперсант. До get-параметров сразу после знака вопроса. Или же в конце списка get-параметров – через амперсант. Если вы сокращаете ссылки через специальный сервис, нужно добавлять eREIT в их конец. Есть и исключение — если вы используете сервис Яндекс Кликер, то можете сократить в нем ссылку вместе с параметром eREIT. Ссылка будет выглядеть вот так. Если рекламная система или другой сервис шифрует токены в ссылках, то они должны предоставить Роскомнадзор алгоритм дешифрования. Проверить корректность ссылок с зашифрованным идентификатором рекламы можно на сайте eREIT через сервис Проверка идентификатора рекламы. Чем больше человек передают сведения, тем труднее рекламодателю проверить, что данные отправлены вовремя, без ошибок и в полном объеме. Новая функция позволит решить проблему. Теперь все участники рекламной цепочки могут увидеть в личном кабинете eREIT, насколько верно и своевременно другие исполнители передали информацию о рекламе. Так, в разделе «Мои договоры» рекламодатели будут видеть подсказки о том, где допущены ошибки и как их исправить. Также, если есть ошибки, в кабинете подсветятся следующие поля – креативы, акты по договору, сумма на размещение рекламы и сведения о показах креативу. Теперь статистика по креативу в форме развлокации акта не может выходить за пределы календарного месяца. Что это означает? Раньше в ОРД ВК было технически возможно передать одной строкой статистику по креативу за весь период размещения. Например, если реклама размещалась с 16 октября по 16 ноября, в акте можно было указать дату окончания 16 ноября, т.е. захватить сразу два календарных месяца. Но это противоречило закону о рекламе. Передавать информацию в ОРД нужно в течение 30 календарных дней после завершения календарного месяца, в котором распространялась реклама. Получается, если креатив был размещен с 16 октября по 16 ноября, нужно подать отчетность по показам отдельно за периоды с 16 октября по 31 октября и с 1 ноября по 16 ноября. Поэтому в ОРД ВК убрали возможность передавать данные с выходом за пределы календарного месяца. Но одну тройку договор-креатив-площадка можно добавлять в один акт несколько раз. Изменения не касаются актов, созданных до 1 января 2024 года. Если реклама была зарегистрирована, но не вышла, многие переживают из-за отчетности. С января в ОРД Озон и ОРД-А стало можно самостоятельно удалять некорректные токены. Через некоторое время данные также удаляются из ERI. В ОРД ВК и ОРД от СберЭдс можно удалять токены по запросу, но специалисты из этих ОРД уже работают над функционалом для самостоятельного удаления данных. Также функционал должен появиться и в ОРД MediaScout. Это позволит не увеличивать количество креативов и токенов в кабинетах операторов рекламных данных. Сейчас идентификаторы помечают как неиспользованы либо удаляют по запросу. Главное – не удалять данные по размещенной в интернете рекламе. Можно получить штраф за непредоставление отчетности. Каждый ОРД имеет свои особенности. Так, в ОРД ВК при передаче статистики пользователь видит поле «Оплаченное количество показов». В инструкции указано, что при типе рекламной кампании иное в нем нужно ставить один, но в других ОРД в этом поле нужно указывать количество показов креатива на площадке. Споры не утихают полгода. Участники рекламной цепочки хотят, чтобы все привели в единый формат, но РКН рекомендует придерживаться действующих инструкций ОРД. В начале февраля 2024 года Ерир отправил рекомендации всем ОРД с просьбой сделать все одинаково. ВК сообщили, что переделывают инструкцию под новые рекомендации. Поэтому теперь работать с ОРД будет удобнее. О том, что саморекламу нужно маркировать, мы говорили не раз. Но этот момент всегда вызывает много вопросов. Например, что будет, если в вашем паблике ВК участник от своего лица разместил рекламную запись? Разберем на примере нового кейса от Нижегородского УФАС. Пользователь разместил приглашение на спектакль в чужом сообществе без указания по метке реклама и данных рекламодателя. Запись признали рекламной и с признаками нарушения части 16 ст. 18.1 Закона о рекламе. Управление ФАС через ООО ВК определили номер телефона пользователя, разместившего сообщение, а затем оператора, которому принадлежит номер. Найти нарушителя не составило труда. Дело рассмотрят 19 февраля. Поэтому если вы размещаете в сторонних группах рекламные посты, нужно маркировать рекламу и передавать статистику в один из ОРД. Пользователи Click.ru могут маркировать рекламу в едином окне через мастер маркировки. Процесс получения токена и подачи отчетности автоматизированы. А если в своем посте в какой-либо другой соц. сети в своей группе или на своей странице вы размещаете ссылку на свой канал в Telegram, маркировать рекламу не нужно. Как маркировать рекламу и саморекламу в запрещенных сетях долго было непонятно. Одним из спорных форматов был Reels. В конце января 2023 года РКН пояснил, что так как Reels — это короткие видеоролики с текстовым сопровождением, можно размещать токен на самом видеоролике или в тексте к нему. В ОРД надо передать все составляющие части рекламы — и видео, и текст. Несмотря на регулярные обновления и пояснения, вопросов по маркировке очень много. Держим вас в курсе и делимся актуальными новостями. Ну а у меня на этом все. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok